Всем привет, с вами Pixel, и мы продолжаем играть в игру под названием Зуба. И сегодня, ребят, будем играть за Пантеру, в удачливую золотую кошку Ильин. Там такое мощное, да, получается, по скинчику название. Потому что разработчики молодцы, молодцы. Ну, покажу сейчас, кто не видел, конечно. Прокачаем её на 19 уровень, да выпадали штоны, плюс скидочка 10%, почему бы нет, раз такое дело. Ну, и по поводу от скинчика хотел вам показать, да, почему же удачливая золотая кошка. Ну, там как бы два скинчика. Удачливая кошка и золотая кошка. Ну, как бы, найди 10 отличий, да? Их нет, их просто нет, их просто... Ну, или им просто взяли и покрасили в другой цвет. Хотя, смотрите, видите, здесь пятнышко, а здесь его нет. А нет, есть, просто его плохо видно. Ну, ладно, не важно, не важно. Значит, всё-таки есть, значит, всё-таки без отличий получается. Одно отличие от цвета. Да, ну, что же, погнали тогда качать, да, вот эту вот красоту. Будем мы сейчас тратить вот эти вот 315, и здесь, наверное, ещё 315, да, 315. Ну, вот 10% скидка, это 10% скидка, почему бы нет. Почему бы не забудьте. Ленец от интересных персонажей, достаточно хороший, динамичный, может много чего сделать. У неё, кстати, лук, как вы знаете, очень крутой, да. Правда, опять же, что у неё, что у пчелы, луки по радиусу плохие. У совы при этом и ехидны, луки, ну, вы видели, да. Ну, у совы, конечно, чуть поменьше, у ехидны хорошие вообще. Ладно. Прокачиваем тоже коптём. Получается, у нас буст будет по дробовику неплохой по урону. Хотелось бы ещё второй взять по дробовику, но, сами видите, здесь как бы... Боже, нехило так стоит. Самое интересное то, что почему стоит основная ветка столько же, сколько и промежуточная. Промежуточная должна, точнее, ну да, не промежуточная, а боковая, да. Боковые ветки не должны быть всегда меньше. Ну, я имею в виду, вот, блин, плохой пример. Плохой пример. А здесь уже не покажу. Ну, вот, пример, смотрите. Ну, тоже, наверное, плохой пример. Короче, всё, забейте. Плохие примеры. Ну, в общем, раньше, раньше, вот там пониже, здесь основная ветка и шла, она была дороже, чем вот такие вот бонусные. Бонусные были чуть подешевле. Раза в два. Почему сейчас это всё изменили? Ну, загадка, загадка. Кстати, смотрите, насколько тут атрибутов. Луки за 16 тысяч. А почему мы его не брали? Ладно, давайте сейчас распределим атрибуты и посмотрим, почему же мы лук не брали. А на лук надо атрибуты. Странно. Вот так вот бывает, да, играешь на персонажа, играешь, а потом, оказывается, на него нет атрибутов. Зато на компьютере атрибута, который мы использовать не будем, потому что они бесполезны. Зачем нам отталкивать противника? Нам надо в ближний бой. Ладно, погнали тогда. Тогда вернёмся к прокачке и возьмём атрибут на лук. Видали? Видали? Я нажала 14, мне перекинуло сюда, я чуть не купил здесь. Вот это бай. Это бай от разработчиков. Но ничего, мы смотрим на ценники, поэтому всё будет хорошо. Дробовик, не знаю, сейчас тоже глянем. А вот лук, наверное, возьмём из 40 тысяч. Два трибута в лук будет смотреться хорошо. Возьмём перезарядочку и радиус. Радиус почему беру? Потому что не хватает. Не хватает он тут и так маленький, конечно, но... И вот тут даже не пишут. Скрытый параметр очередной... Да, очередной. Дробовик не нужен. Видите, здесь скорости хватает. Как бы скорость по барабану уж. Ну что ж, вот такая вот пантерка. По сборке менять ничего не будем. Хотя, в принципе, турбаркетки неплохо смотрятся. Но мы скорее всего сейчас будем играть на вулканах. Ну, в очередной раз. Мне везёт очень сильно на вулканах. Хотел бы я поиграть на желездороге, но будем играть на вулканах. И на вулканах вряд ли нам турбаркеты очень сильно помогут. Там больше копия может помочь. Но эта сборка, она идеальна. Потому что пантера в любом случае без этого предмета не играется. Её за секунду аннигилируют. Кому интересно, сколько здорово? 14500, это 19 уровень. А, 18? А, то есть мы 19 еще не прокачали, я тупанул. Хи-хи-хи-хи-да. Чуть не забыл. Ну, в общем, погнали прокачивать 19 уровень в пантере. В 2000 еще сверху здоровья накидываются. На 19 уровне. Но это как у Зака на 18-м, если что, здоровье получается. Нормально? Зак по здоровью. Ближник против и пантера. Ну, пантера тоже и ближник, только она как будто ассасин. Поэтому её немножко по-другому оценят. Плюс мы ещё сегодня, ребятки, откроем после двух побед. Это уже чёрный набор. Поэтому, как говорится, ждитесь. Ну, и погнали в бои. Пытаться смотреть супер-мбук. В скобочках нет, но пантера, вот единственный плюс пантеры, это то, что она может часто прыгать. И вот эти прыжки, это просто нечто. Ну, и бегает она, блин, жаль, жаль, сейчас. Жаль, сейчас не покажу вам. В общем, когда у неё нет оружия, она бегает, как шиноби. Лапки назад и все дела, и понеслась. Ну, вот такая вот она золотишка. Золотишко бегает по карте. Так вот, о преимуществах пантеры. Основой преимущества это прыжок. Он, ну, конечно, с феромонами, как у меня, в моём случае, да. Но и даже без феромонов он даёт нереально жёсткий буст. Ну, конечно. Кому же ещё, как... Не мне. Видали, Луи испарился просто-напросто. Так, ну я специально дробовик лутал, потому что без него мне будет очень тяжело сыграть. А для чего прыжок нужен на батарею? Объясняю. Почему он вообще такая крутая мба, да? Почему прыжок на батарея такая крутая мба? Почему он так очень сильно нужен и важен? Тут в том, что... Так, блин, по кнопками попадаешь, ребят. Лук забыл тыкнуть. И краб из этого сбежать пришёл. Так, хилимся. Закидываем урончик. Так вот. Почему прыжок такая крутая мба? Потому что, когда вы прыгаете на... Этом друге, который называется Пантера, у вас получается, что вы неуязвимы к урону. То есть, условно, на вас хотят залететь куча там противников, сильных, мощных, там, дерзких. Закинуть кучу урона. А вы бац, и перепрыгнули. И это очень сильно иногда, ну, если контролирует Пантеру, конечно, помогает. В динамичном замесе. Когда вы танчите своим здоровьем, да, так сказать, сильных противников, больно очень становится, однако. И за счёт кустов, за счёт невидимости Пантеры, за счёт скорости от ботинка, это всё можно нивелировать, но вот когда приходит момент, что вам нужно, как бы, внести, так сказать, урон, вас в этот момент, конечно, пронесут тоже уроном. И вот этот прыжок, он... Ну, если вы, конечно, первая новостью урон, он вас спасает очень сильно. Да, с него в основном врываются, но бывают такие моменты, что он во время динамичного замеса перезаряжается очень быстро. И получается, что вместо врывания вы его используете как либо догнать, либо добить, либо ещё что-то. Либо нивелировать урон противника. Это очень круто помогает против гранат и всего остального. Активных навыков. Пока что вот такие вот манёвры делаем. Просто мой схват, который не внёс почти ни одного урона противника, который здесь бегает. Блин, как же я не попадаю. Но сейчас была ошибка с прыжка, немножко некачественно прыгнул. Видали, да, перезарядка была какая-то мгновенная. Енот по использованию навык, правда уже поздновато было. Очень долго он с ним тянул почему-то. Так, немножко не туда нажал. Низклики. Так, ну, мы тут вроде бы неплохо разыгрались. Там, правда, противники ещё какие-то пришли. Копьём никуда ударил. Прекрасно, я считаю. Жесть, а вот это больно. А у меня нету чем регенерироваться. Вот, кстати, видите, да, динамичный замес. Вот о чём я и говорил. Только что мне тут лук отхилил очень жёстко. Очень жёстко, я сейчас лук отхилил. И вот сейчас динамичный замес. Я за счёт того, что у меня есть такая штука, как прыжок. Могу себе так и разного позволять. Плюс прыжок у Пантеры. Робитым симптом, конечно, ребятки. Он... Да что ж ты такой манёвренный, Брюс? Он даёт небольшое преимущество. Ну, тоже не преимущество. Как бы это объяснить попроще. Он снижает, вроде бы, защиту противников. Работает оно, конечно, странно, криво и непонятно. Но вот как-то так. Ни разу не удалось мне проверить, насколько он снижает, как он снижает. То есть я бы сказал, что он не работает. Или я не замечаю этого изменения. Но мы сейчас прочитаем, конечно, прибыльный симптом после этого бой откроем. Заодно, как бы это сказать. Блин. Жаль, что не было видно. Вот видите филетовое освещение? Это вот как раз... Откушите бачка любая. Это как раз вот оно. Снижение защиты. Ладно, погнали, открывай черный набор. Ходит, который, как говорится, сделали. Успешно. Успешный успех. И... И что? Долгая загрузка. Давай, заканчивайся. Так, ну... Работать на синтрочитаем уже после. Погнали. Смотрим. Че нам выпадет? С черного набора. Я думаю, повторочки. Ну-ка. Ого! Как неожиданно. 2,4-задочные повторки. Как будто легендарный набор открыл. Да-да. Совхладение. И лемурчик. Лемурчик это прекрасно. Лемурчик хороший персонаж. Нравится. 18 уровень нужен. Ну и вот они. Финальный квест. Используй 17 аптечек. Убей 24 персонажа. Выигран с максимум листом. Тупо копия прошлого... Прошлого другого. То есть, по сути, они взяли прошлого другого лапа, скопировали и вставили. Гениально. Разработчики зубы. Прекрасные, как всегда. Кстати, советую ждать, конечно... Сегодня вечером будет 100% x2 жетоны и монеты. И вот кто, конечно, как я, тянул второй гулап до конца, тот может себе позволить открыть вот этот сундучок именно в тот момент. Вот так вот. Вот так вот. Ну еще и замрудный, наверное, открою. Видите, у меня как бы... Ну, удобненько, да, получается. Именно так. Мы, наверное, выберем это задание. Еще сыграем как бы бои, но перед этим осмотрим первобытный инстинкт на пантеру. Чтобы, так сказать, подтвердить мои слова. Если бросок Элейн задевает соперника, у него снижается защита. Вот. Снижается защита. Что, как, сколько, куда и почему, это непонятно. Выберите параметры защиты? Тоже интересный вопрос. Откуда он взялся и когда он появился вообще, да? И почему его нигде не написано? И как это его... Понять у кого какой параметр и сколько? Вопрос, да? У нас же есть как бы урон и здоровье. Параметры защиты никогда не было. Как вы думаете, что это такое написано тогда у Элейн? Неужели это щиток просто снимается? Которого нету на всех персонажах. Но типа, если на персонажа есть щиток, он снимется. Как вы думаете? Бред? Вот так вот, да, ребят. Скорее всего. Либо... Либо это просто увеличение урона по противнику. Ну то есть, вы прыгнули. Вместо того, чтобы снялась защита, просто урон в каком-то процентном соотношении увеличился. Но это тоже сложно понять. Но скорее всего так и есть. Потому что параметры защиты в игре отсутствуют. Да. Иначе бы тогда разный урон наносил разные значения разным персонажам. Ну короче. Все равно странно. Странно. Поэтому скорее всего параметры защиты, как я уже говорил, отсутствуют. Это скорее всего увеличение урона по противнику просто. Вопрос, работа на оно или нет, сложно ответить. Не особо могу я сказать, что заметил. Либо там 10%, либо... Или 15%. Либо его вообще не видно. 5-10-15% я думаю там. И все. Ну вот как-то так. Вся правда обогрел зуба. Защиты, которой нету. Да, да. У нас бицушка вроде бы есть. Реализовал прыжок. Как царь. Как царь. Ну а знаю, прикол. Пантера это конечно все-таки железная рога. Почему? Потому что... Вот видите, я защиту снял. Утонь. Блин, какой же он шустрый. Так вот. Основной прикол пантеры это конечно железная дорога. Потому что только там пантера может позволить себе реализовать свою невидимость. Как бонус. Блин, конечно же дефибриллятор. Конечно же. Так, ну тут мы добили прекрасным образом. Там тоже добили. Что у нас с ним псом? Вот, как видите, снял ему защиту. Но почему-то защита никакая не снялась. Так, этого добиваем. Нужно сейчас срочно залутать сначала аптечку. За щитком. Немножко больно, конечно, но... Видите, куда лукав-то так остеренок. Вы это видели? А тут противники другого склада. Нам нужно с ними быть аккуратней. Аптечка у них залутает? Сейчас еще одна аптечка залутает. Аптечка у меня не хилится. Я сейчас нажиму... У меня вся панелька залагала. Ой, как мне это нравится. Как же мне это нравится. Клонский нос на филамингов. А вот, кстати, момент с перепрыгиванием, о котором я говорил. Очень важный момент. Она залетела. Капибарда с пор жив здесь. Вот же гений. Он сейчас комнатным носом играет. Вот же не гений. Как же они не бесят. Закинем немножко такого вот уронщика. Сейчас я в зоне постою специально. Блин, немножко сложно. Пресните, кто-нибудь. Она на дайте в бой. Добивать Капибару. Плевать на панду. Мне нужны вот эти аптечки сейчас две. Потому что Капибара... Вот Капибар уже должен был давно умереть. Но ему так везло, так везло. И эта хитрая морда не умирал. Очень много времени. Но мы по итогу добили. Потеряли, конечно, панду. Жаль. Никс, в принципе, мог бы это самое... Спасти его и выпрыгнуть. В конце сезона. Но у него, наверное, аптечек не было. Поэтому получилось, что получилось. Жаль. Жаль, мне осталось как мог. Ну, что же. Вот только по итогу сильнейший персонаж. Интереснейший, хороший, динамичный. Но чего-то и все-таки не хватает. Наверное, большего урона. Большего круга для лука возможно. Особенно с тем, что лук неправильно используют. То есть я прыгаю. И вместо того, чтобы кинуть лук заранее до прыжка или после прыжка, я нажимаю дробовик, чтобы нанести как можно быстрее максимум урона. И, в общем, криво получается из этого все разыгрывать. Но пантерку лучше использовать через лук заранее до прыжка. Это вообще самый идеальный вариант. Сразу же прыгать мгновенно. Но это нужно очень много на ней поиграть, чтобы наловчиться, так сказать, делать это все дело. И тогда пантерка будет еще более имбовой. На мате, так сказать, эти действия делать, это очень круто. Ну, а на это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, ставьте комментарии. Не болейте, не скучайте. И всем пока-пока.